Старый Новый Год Это живые праздники, которые мы отмечаем каждый год. Новый Год, Рождество и народные традиции, они хотя и трансформируются, но они живут в нашей постоянной жизни, они присутствуют. Щедрый вечер очень похож на сочельник перед Рождеством. Праздник прошел в формате вечерок. Вечерки на Руси были неотъемлемой частью быта наших предков. В деревнях каждый вечер собиралась молодежь, а в выходные и праздничные дни все жители селения, чтобы петь песни, плясать и веселиться. Важное условие – женщины приходили в красивых платьях, а мужчины были одеты в традиционный народный костюм. Дети на вечерке для всей семьи развлекались наравне со взрослыми. Помимо веселья любой желающий мог пройти мастер-классы, украсить сладости по своему желанию, либо сделать соломенную куклу. Ребята с увлечением и с энтузиазмом принялись создавать свои гостинцы и игрушки. Очень приятно с детьми выйти на такой концерт, на праздник. И детишки могут в хороводе погулять, и для меня есть что-то такое душевное. Так как вечерка совпала с периодом святок, праздник посетили и ряженые. Баба-яга со своей командой нечисти помогала ведущим развлекать гостей, проводя игры. По традиции каледующим гости поднесли дары. Ведь считается, чем щедрее хозяин дома по отношению к ряженым, тем богаче будет его урожай. Больше прибыли в году он получит. Такие праздники – это повод не только нарядиться, получить заряд положительных эмоций и настроения. Это шанс вспомнить свои корни, узнать славянские традиции, возможность окунуться в водоворот ярких эмоций и истоков национальной культуры. И, что не менее важно, весело провести святочную неделю. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.